В понедельник 20 февраля открыл неделю громких заявлений и глубокого символизма. Так, в Киев прибыл с визитом президент Соединенных Штатов Америки Байден. Это первый визит американского президента в Украину, начиная с 2009 года, когда президентом был Джордж Буш-младший. А при учете того, что на украинской территории ведутся активные боевые действия, а сам Киев находится под постоянной угрозой нанесения ракетного удара как со стороны России, так и с территории Беларуси, визит Байдена выглядит весьма символичным. Так, на фоне воздушной тревоги, которая звучала в Киеве в результате вылета из аэропортов Беларуси МИГов, несущих сверхзвуковые ракеты, Прошла встреча Зеленского и Байдена, которая стала откровенным плевком президенту России Путину в лицо в аккурат за день до его послания Федеральному Собранию и в годовщину грядущего начала так называемому СВО. Вслед за резкими высказываниями немецкого канцлера Шольца, президента Франции Макрона, а также многих других политиков разной величины на Мюнхенской конференции по безопасности, о необходимости оказания Украине всеобъемлющей военно-технической помощи в кратчайшие сроки, визит Байдена в Киев должен был послужить кремлевскому руководству сигналом, что страны развитой демократии, которые на сегодняшний день составляют главный военно-политический альянс в мире, заняли однозначную позицию по поддержке Украины в этой войне, и что попытки очередного ядерного шантажа, предпринятые Россией, которая отправила в открытое море свой ядерный флот, не имеет никакого результата. Кроме того, что этим путем в очередной раз демонстрируют всему человечеству свою несостоятельность. В сети в открытом доступе появилось очередное доказательство того, что удары по Донецку наносят россияне. В районе шахты Челюскинцев, прямо на жилой район, сбросили авиабомбу ФАП-250, которая чудом не разорвалась и осталась просто лежать на улице. Данные авиабомбы сбрасывают исключительно из самолетов. Вот только авиация ВСУ на Донецком, как известно, уже давно не летает. В воздушном пространстве над городом царят исключительно российские самолеты. И именно такими бомбами российские пилоты разносили украинские города, такие как Бородянку, Мариуполь и Попасну. Если бы эта бомба взорвалась, это выдали бы за удар Хаймерса или точки У. А на место моментально бы приехали российские военкоры снимать очередной репортаж о том, как так называемые украинские фашисты 8 лет бомбят Донецк. Но что-то пошло не так и доблестные защитники Донбасса вновь облажались. Так, друзья, ДБНК-30, это шахта 10, лежит не разовращившийся снаряд. И не знаю, что это за снаряд, взрыватель, все как положено и тому прочее в огороде у пенсионеров. Добавил субтитры Алексею Дубровскому